Сегодня, 2 августа, в России отмечают День воздушно-десантных войск. Эту дату берчане празднуют с особым трепетом и гордостью. Ведь 25 лет в нашем городе базировалась легендарная 67-я бригада специального назначения. Как известно, бывших десантников не бывает. Все, кто когда-либо был причастен к крылатой пехоте, стали частью большого боевого братства. В 24-й бригаде, 82-й, 84-й год. Своей бригадой постоянно езжу. Она стояла в Новосибирске, потом ее в Шилу перевели. А 3-й батальон находился здесь, в Берске, после того, как 67-ю бригаду убрали. И вот ребята как раз в Сирию приезжали, мой батальон ездил их, поздравлял. Служил в разведке, впечатлений очень много. Так что всем привет огромный, кто служил, кто с парашюта прыгал, а всем, кто сапоги носил. Берск неразрывно связан с воздушной пехотой. 25 лет в нашем городе базировалась 67-я бригада, которая славилась своими боевыми подвигами. Многие десантники сделали свои первые прыжки с парашютом именно здесь. Знаете, когда прыгнешь и в состоянии такое, что хочется еще прыгать. Думаешь, что небо – это голубой берет, терняшка наша, боевая такая подруга наша. Мы тоже служили в 67-й бригаде, вот с видюшкой начинали служить. Все эти годы сейчас встречаемся, нас уже много человек, больше 20 человек. И каждый год мы встречаемся здесь, и вспоминаем, что было. В этом году исполнилось 94 года со дня рождения ВДВ или войск дяди Васи, как говорят сами десантники. Традиционно в этот день берчане встречаются на мемориале Воинскому братству защитников Отечества. Право поднять флаг России и флаг ВДВ предоставили ветерану ВДВ, почетному гражданину города Борису Ионову. Разрешите всех воинов-десантников от себя лично поздравить с нашим замечательным праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия. ВДВ – элита российских войск. Сюда попадают самые отважные и крепкие, которым под силу сложнейшие боевые задачи. В этот день десантники вспоминают не только военное прошлое, но и тех, кто выполнил долг ценой своей жизни. Сотни цветов легли у мемориала в память о тех, кто не вернулся домой. Продолжателями славных традиций своих отцов и дедов по праву можно считать воспитанников военно-патриотических клубов. Новосибирские бердские объединения подготовили для берчан яркие показательные выступления. Новосибирск. 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 Продолжение следует...